Вечером решила сделать свои знаменитые, наверное, уже можно сказать, знаменитые котлеты по-киевски. Вышли с мамой за продуктами. Вот, сейчас я покажу маму. Мам, нормально, чё? Всё, мам, можешь махать ручкой. Всё, мама тоже блондинка, на спорте, да, мам? Да. В футболке не жарко? Да, мам. А знаешь, какой комментарий написали по поводу продуктов-то, то что? Я тебе сейчас расскажу, я специально тебе не стала читать. Якобы я в этом видео, сейчас машины проедут, высмеиваю ваши продукты, которые вы привезли, так как я хотела, что привезли намного что-то лучшее. А я разочаровалась, что вы мне привезли помидоры. Нормально, в общем? Люди подумали, что я вот сняла, то есть из пальца высосали. Я наоборот, что тащили такую тяжесть. А почему-то некоторые, которые я уже заблокировала, решили, что я высмеяла продукты. Да вы что, совсем что-то? Надо таким быть, чтобы на ютубе ещё высмеивать, какие продукты что тебя привезли, да, мама? Вот, что ещё хотела сказать. Что ещё? А, мы ещё идём за зонтиком в Ашан, потому что надо купить зонтик на пляж. Хотим такой недорогой, дешёвый. И дальше я вам покажу процесс приготовления котлет по-киевски. Уже мама мне поможет снять меня. Ну, я там быстро на перемотку поставлю. Хочу взять, сделать котлеты, ещё их заморозить. Скорее всего, будет так. Ну, чтобы не заморачиваться, а уже были в морозилке готовые котлеты. Выбираем стулья здесь в Ашане. Зонтик мы так и не нашли, а нашли вот такой вот стул. Стоит 559 рублей он. Раз в продаже. Кстати, очень удобно. Ну-ка, мам, сядь. Попробуй. Вот, отлично. Всё отлично. А зонтик мы так и не нашли. А вот стульчик мы возьмём, потому что кто-то будет из нас сидеть. Взяли ещё батарейки по 199. И сейчас пойдём посмотрим продукты в Ашане. Тысячу лет не было в Ашане. Я думала, что он вообще уже исчез. Не именно Ашан, а именно вот этот Ашан, куда мы пришли. Катим тележку дальше. Выбираем сыр. Начинка будет в котлетах по-киевски. Сыр, сливочное масло, чуть чесночка, может быть, зелень даже. Какой-нибудь не слишком, мам, дорогой. Ну, такой, средний. Ну, смотри на свой вкус. А, это что ты взяла? 134. А, российский. Это сыр классический. Что, российский? Ну, для плавка, чтобы хорошая, для плавления. Ну, а кто его знает, как он плавится? Ну, да. Ну, да, мы вот это попробуем. Или какой? Ну, вот этот неплохой нашел. Ну, как по внешнему виду. Ну, да. Ну, давай вот этот, да, возьмем? Ну, да, тот как будто совсем плохой, да? Ну, да, это какой-то. Вот этот 186 рублей. Ну, 300 килограмм. А этот благояровское. Нет, это филе. Почем? 300? А. Ну, дороже. Дороже? Там 400. Филе бедра. А, это филе бедра. Филе бедра, я же говорю. А почем же грудка? Не вижу. Филе. Это тоже филе, мам. Это филе 372. Ну, вот, можно. А, ну, давай вот, что? Как каждый день. Нормально? Нормально. Ну, это и термин. Ну, что? Ну, смотри, у меня получается одна эта на две котлеты. Тут сколько? Ну, три, походу. Для 780 грамм. Давай, может, побольше возьмем? Или они все потрясут? Они все, поняла? Они все. Или взять до 66 штук, просто сделать и все, да? Ну, давай вот это я возьму. Да, одну давай возьмем. На стейке, ты думаешь? Ну, да. Тебе, да, на стейке. Ну, не тебе, а нам можно на гриле пожарить. Так, мне надо батон, но здесь только нарезной. Ты какой взяла? Что, вкусный или ты не пробовала? Ну, что, один тогда батон взять? Мне кажется, достаточно. Ну, хотя на 6 котлет нормально, мне кажется. Да. На 6 котлет нормально. Так, что нам еще? Яйца надо и сливочное масло, да? Ну, пойдем. Идем за маслом. Мам, ну, бери какую-нибудь бутылку целую маслом к нам. Плачу или как-то? Да, вот такое масло, да. Возьми, пускай еще. А? Вот это по-либо смотри. Или вот это, братцы? Не, вот это бери. Мне кажется, вот это, да, достаточно. Сколько мне? Ну, 1 литра. Ну, 2 литра нам точно хватит. Для котлет по-киевски. Да и, в принципе, жарить тоже можно на нем. Это... Мне это масло все время... Знаешь, кого напоминает это? Кафе, Иринка, то что? Да, они постоянно это масло брали. А, нам яйца еще нужны. Вам, ну, тебе нравится Краснодар? Так, переехала жить туда? Туда, говорю, сюда переехала пожить? Ну, ничего. Заработаю на Ютубе. Перевезу вас. Будешь ждать? Будешь ждать? Я надеюсь, я дождусь. Ну, дождешься, да? Надо, чтобы подписывались, лайкали, комментировали, тогда дождешься. Мама говорит, что вот это вот очень вкусное, самое классное масло. Вот это, премиум. Я не знаю, я такое даже и не пробовала. Ну, наверное. Ну, давай маленькое какое-нибудь, наверное, возьму. Небольшое. Нет, подожди, оно не может быть. Подожди, ну, значит, где-то еще. И яйца решили взять, десяток. Ну, потому что домашних жалко. Домашние лучше мы так съедим. Да, мам? Конечно. Ну, бери любые. Это же для котлет, для панировки. Да и все. Вообще. Без разницы. Ну, и нормальное, да? Ну, только яйца, как яйца. Да. Ты проверяешь, битые, не битые? Ну, да. Бывает, что это. Или вообще какие-нибудь. Пойдут такие же. Да? Давай, клади. Пойдем за сливочным. А где в конце она сказала? Взяли сейчас в Ашане, кстати, вот это масло. Ну, 72,5, 279 рублей по акции, пожалуйста. Очень видно, такой большой кусок. Ну, что там, здесь все? Ничего не надо? Ну, тогда пойдем. На кассу? И в этот зайти же надо. За зонтиком-то. Ну, куда? В этот вот, в Кастораму. Кастораму-то. Мам, ты такая серьезная, давай улыбайся. Ну, улыбайся. В Кастораму зашли за зонтиком. Вот такой цветной, 790 рублей стоит. Мы подешевле выбрали за 599. Вот зонт садовый. Нам на море пойдет. Ну, конечно, он такой. Одноразовый, да, мам? Ну, такой вот он. Ветер будет, унесет, конечно. Порвет. А он такой вот, эта вот застежка такая. Очень-очень хлипкая. Хлюпкая. Ну, нам нормально. Мы за 599, да, возьмем. А мне интересно, вот этот побольше. Сколько же стоит вот этот большой? Что-то ценника, да, нигде? Плотный? А, ну, подожди, а где ценник-то? А, все, вот, смотри. 1290 такой стоит, да. Беседки, да, прикольные тоже. А вот стульчики тоже. Ну, тут подороже, да, мне кажется, да, ценник как-то. Ну, не, мы могли за себе выбрать побольше. А, ну, да, да. А там вот такие есть. Какие? Стационарные зонты. Вот эти? Ну, да, да. В этом. В Леруа. Ой, прикольные. Гамак прикольный, ага. Ну, что, вот этот... Ну, неплохие деревянные, да? Деревянные, да, да. Ну, что, берем тогда этот зонт. Ну, и как обещала, извиняюсь, да, там за беспорядок творческий, но когда готовишь, вот всегда вот так. Значит, вот эти две уже слепилые котлеты, вот такого размера они получились. Вот это поменьше, но может быть на видео. А, вот так вот видно, да. Плита у меня засранная, не убранная, да. Значит, четыре вот подготовленные панировочные сухари. Это батон я в блендере перемолола. Здесь на одну котлету у меня уходит одно яйцо. Здесь шесть яиц и мука для панировки. Вот так вот я встречаю, значит, гостей, да, котлеты по-киевски. Но что, я считаю, что это практически как деликатес, наверное, можно так сказать. Да, наверное, котлеты по-киевски, это все-таки, если она еще на ножке, то вообще сто процентов можно отнести к деликатесу. Хотя ничего, ничего такого особенного, да. Просто грудка, начинка и панировка. Но это зато очень вкусно. Ну и дома они и так, кстати, затратны. Это все и быстро готовится. Главное, не лениться. Леплю котлеты по-киевски. Сейчас я вам покажу. Так, ну одна получается у меня, видите, с ладошку. Вот эта поменьше. Здесь еще вот четыре. Это панировка у меня все. Такие котлеты получились по-киевски. Конечно, они огромные. Очень сочные, пропеклись. Видите, какой сок, сыр, начинка, да. Да, красота вообще. Ну просто красота. Все, сели за стол. Котлеты, водочка. У мамы лимонад, у меня швепс. Все отлично. Сидим.